Вы знаете, в последнее время, вы, наверное, внимательно наблюдаете за событиями в наших отношениях, принято очень много говорить о том, что Россия, мол, поддерживает, кто-то, говорит, кормит Беларусь. Вообще Беларусь пропала без России и так далее. Должен вам сказать, Беларусь никуда не исчезнет и не пропадет, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что поддерживая, если такое есть Беларусь со стороны России, Россия поддерживает прежде всего себя. Потому что, определяя когда-то, более 20 лет тому назад, курс Беларуси, по какому направлению нам двигаться, мы все-таки однозначно решили, что Россия – это не просто партнер, не просто дружественное нам государство. Беларусь для России – это тоже финишное производство, что было в Советском Союзе. Ресурсы мы в основном закупаем у вас, комплектующие мы покупаем у вас. Я часто привожу пример с МТЗ. Ну, все говорят, вот Беларусь – это прежде всего тракторный завод. Да не только нефтехимические, нефтеперерабатывающие, машиностроительные отрасли. Это финишное производство огромного комплекса российской экономики. И я говорю, если бы Россия даже поддерживала Беларусь, поддерживая финишное производство, значит, поддерживают у себя те, кто производит сырье, материалы, комплектующие. Так вот, МТЗ примерно на 60% – на 60% российское, а не белорусское производство. Так и по-другим можно говорить направлением. А возьмите Беларусь, создавался и создается, и основные продажи у нас почти половина – это Российская Федерация. Ставят вопрос, так кого же поддерживает, если поддерживает Россия? Ну, а если посчитать, вы увидите, кто кого поддерживает. Говорят, Россия стала более прагматичной, и вот эти рассуждения о братстве, о дружбе и прочее. Партнеры. Ну, партнеры – так партнеры, я же нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей Россией, братской Россией, настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово. Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных там тем, средствах массовой информации. А в последнее время мне пришлось реагировать, кто бы подумал на то, что якобы белорусы бьют в Минске русских. Когда стали разбираться, два дурака – белорусы столкнулись и подрались. Ну, а с интернета взяли и выкатили на центральное средство массовой информации, что якобы там кто-то побил русского человека. Тот человек вообще далеко от русских стоит. Ну, значит, есть спрос на эти темы. И вот ваш приезд как раз свидетельствует о том, что здравомыслие всегда победит, и русских с белорусами столкнуться не удастся. Никогда не удастся, по крайней мере, пока я президент. Субтитры создавал DimaTorzok